Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, и вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. Во всех дворах появятся видеокамеры. Таково решение антитеррористической комиссии. За чей счет и как решали на совещании. Мэр Сочи оценил проект «Открытое море» на центральной набережной. Начали сносить незаконные объекты. Но о завершении проекта, как оказалось, пока говорить рано. Иконы вернулись в храм. Сочинская таможня передала церкви, перехваченной на границе образа святых. Лучших определит сочинский песок. Стартует мировой континентальный кубок по пляжному волейболу. Новые экономические акценты в меняющейся экономической реальности. Вениамин Кондратьев на общей краевой планерке рассказал, по какому пути должен двигаться регион. Здесь развитие реального сектора экономики и выделение земель для казаков. Наши краснодарские коллеги с подробностями. Погоня за быстрыми деньгами – враг долгосрочного развития. Пора признать, что экономика региона зачастую работает по принципу «купи-продай», когда большая часть финансов идет в сферу торговли, где их можно побыстрее вернуть. Закрывать на это глаза недальновидно дает понять всему краевому аппарату губернатор. Если не будет товаров для сбыта, как раз результата производства и переработки, вся эта модель развалится. Поэтому упор необходимо делать на развитие реального сектора экономики. Проседает реальный сектор экономики. Потому что сегодня наш внутренний бизнес, вот я сидел, анализировал, куда он вкладывается. Он вкладывается в торговые сети, в развлекательные комплексы. Все идут на быстрые деньги, но быстрые деньги для них самих. А что такое реальная промышленность и переработка? Во-первых, сырье, а во-вторых, реальная промышленность, как таковая, работает, порождает оттуда еще и продукцию, которую тоже можно заново пустить опять-таки в очередную переработку. А у нас сегодня в это никто не хочет вкладываться. Чтобы поднять промышленность, инвесторов нужно не стимулировать, а мотивировать, то есть создавать условия для комфортного ведения бизнеса. Это сделать пока получается не всегда. За первый квартал текущего года объем привлеченных инвестиций снизился почти на треть. Сократилось и количество проектов. На сегодняшний день это 56 крупных инвестпроектов стоимостью порядка 142 миллиардов рублей с планируемым созданием почти 10 тысяч рабочих мест. По разного рода причинам они приостановлены. Основная, конечно, причина – это отсутствие финансирования. Логично, что в нынешних экономических условиях масштабные федеральные проекты закрываются. Но это не значит, что на Кубани нет внутренних резервов для развития. В этом случае не стоит недооценивать малый бизнес, напоминает губернатор. Но пока предприниматели до сих пор больше всего жалуются на нарушение своих прав в земельных отношениях, несмотря на оптимистичные результаты всевозможных рейтингов. Я хотел доложить о результатах участия Краснодарского края в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах. Рассказать о тех инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются, реализованы или по каким-то причинам. Давайте заслугах не будем. Давайте четко, конкретно. Проблемы проседания. Заслуги должны быть не на бумаге, а в бюджете. Вот и должны быть заслуги. А когда заслуги, мы говорим вот этих в слайдах, это не заслуги. Это всего лишь, я даже проекты бы и не назвал. Потому что пока это все проекты не реализовываются. Заслуги, еще раз, коллеги, подчеркиваю, не на слайдах, а в бюджете. И муниципальных образований, и края. Вот там заслуги. И в краевом бюджете. А все остальное, это попытки оправдать свою бездеятельность. Вот если хотите, слайдами в том числе. Это все красивые рисунки. Поддерживать предпринимательскую жилку нужно и там, где искать ее обычно не привыкли. Казачьи общества могут стать полноценным игроком на сельскохозяйственном рынке региона. Казаки традиционно знают, как работать на земле. И почему бы не дать им эту возможность? Вениамин Кондратьев уверен. Если предоставить землю казакам, они смогут зарабатывать и пополнять местные бюджеты налогами. В крае уже провели инвентаризацию участков. Казачьим обществам обещают выделить 4000 гектаров. Я убежден, что сегодня казачество будет заниматься сельским хозяйством. Оно сегодня экономически выгодно. Почему мы убеждены, что они не могут заниматься экономикой? Казачество такое же общество, такое же может стать предприятием. Также взять в аренду там, я не знаю, и технику сельхоз. Вот почему мы как забрали у них в 2017 году землю, до сих пор отдать не можем. Возьмите и обеспечьте. Или на уровне муниципальных образований, или на уровне департамента имущественных отношений. Все, другого сегодня поручения нет. Казачья земля всего один из способов пополнения казны на местах. А значит, в целом консолидированного бюджета края. Ведь в нынешних условиях важно сбалансировать доходы и расходы. И здесь краевые ведомства должны активнее помогать районам, а не выступать только в роли наблюдателей. Мы не должны быть чиновниками из Краснодара. Или чиновниками из края. Мы должны четко понимать, как живет в целом муниципальное образование. Должно полное погружение в проблему. Проседает районный бюджет, значит проседает и краевой бюджет. Оно же все прямо связано. Поэтому подход того, что это в районе, там кто-то проседает, да не район проседает, значит край проседает, краевой бюджет проседает. Поэтому мне не устраивает подход, что это они, это мы. Не надо кивать друг на друга. Народу нашему, населению все равно. Кто виноват? У них в целом виновата власть. Поэтому здесь мы с вами должны сделать все возможное, для того, чтобы все свои обещания перед людьми выполнить. Выполнить в срок и в полном объеме. Согласно исследованию Краевого Минэкономики, за полгода максимально адаптироваться к меняющимся условиям в регионе удалось трем районам. Их показатели еще раз доказывают. Для развития на перспективу создавать условия для бизнеса нужно уже сейчас. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Дорожные заторы, частные гостиницы и вывоз мусора. Наболевшие проблемы обсудили сегодня на совещании при главе города Сочи. Резюме положительной тенденции в их решении есть. Но и сделать предстоит немало. Все подробности у Елены Овсециной. На пути в Сочи уже который год главным камнем преткновения становится Лао. Пробки перед поселком высокий сезон вырастают на несколько километров. Власти нашли оптимальное решение проблемы – регулировка пешеходных переходов казаками. Но в эти выходные прекратили выполнять обязательства. Глава города Анатолий Пахомов потребовал незамедлительно упорядочить дорожные движения на проблемном участке. И в дальнейшем исключить возникновение заторов на ключевых магистралях. Много нареканий и к спецавтохозяйству. Организация либо не справляется, либо не желает качественно выполнять работу, отметил мэр Сочи. Из всех районов курорта постоянные жалобы на состояние точек вывоза мусора. Эти ребята вымогают от нас деньги. Специально не вывозят с контейнерных площадок. Показывают, что вот если денег не дадите, контейнерные площадки будут в таком состоянии. Я же сказал, что мы эти деньги дадим исключительно тогда, когда на контейнерных площадках будет идеальный порядок. Комиссии Сочи-Водоканала в июне завершили проверку домовладений во всех районах курорта. Вывод – еще больше сочинцев подключают сливные трубы к центральной канализации. Это положительно сказывается на состоянии морской воды. Проба Роспотребнадзора подтверждает, они соответствуют нормам. Лабораторные исследования все говорят о соответствии нормативам. Но опять же, я говорю, идет повышение температуры морской воды. Идет, ну какая погода, жаркая погода этому способствует. Соответственно, при поступлении стоков неочищенных может произойти ухудшение качества морской воды в зонах купания. Частные гостиницы – главный бизнес для Сочи. Но о том, что отели обязательно должны соответствовать стандартам, известно, похоже, далеко не всем местным предпринимателям. По состоянию на 4 июля процедуры обязательной классификации прошли 1401 средства размещения. Общим номерным фондом 69 278 номеров. Из них 1227 – это частные гостиницы. Власти города рассчитывают, что все частные гостиницы курорта получат сертификацию до проведения Кубка конфигерации Чемпионата мира по футболу в Сочи. Только с начала этого года сотрудниками мэрии на недобросовестных отельеров направлено 440 материалов в прокуратуру и еще 432 в Роспотребнадзор. Елена Встицына, телекомпания ФКТ. Лучший цветущий многоквартирный дом. Наряду с табличкой 2010 года на входе в подъезд надпись большими красными буквами ведется видеонаблюдение. Первые камеры на фасаде появились еще 11 лет назад, когда в дом стали заселяться жители. К вопросу безопасности, как и архитектурному облику, здесь подходят серьезно. Своими силами сделали палисадники, игровую площадку, огородили территорию, установили дополнительное освещение и камеры. Обстановка во дворе записывается на жесткий диск. Данные хранятся до 10 дней. У нас на крыше стоит аппаратура там специально. И у нас есть человек, который проверяет, который чистит эту аппаратуру обязательно. Меняют, если вдруг поломалось, обязательно меняют. Мы все своими силами все делаем. Специально, чтобы безопасность, потому что очень плохо здесь, мало ли, кто вокруг, что домов ходят. По такому же пути пошли и жители других домов. Два года назад от чужих людей закрылись на улице Рос-82. Теперь, кроме постояльцев, на придомовую территорию никто не попадет. Двери и калитки на кодовых замках. У детей своя игровая площадка. Чисто и тихо. Мы тут терпели вокзал, все это скопление людей, рынок, движение. По ночам вообще здесь творилось два тотализатора, разборки, драки. Ну вот приняли все собственники решения, проголосовали. 93% заграждения при домовой территории. Собрали деньги, все, поставили забор, видеокамеры, обезопасили себя. Теперь люди живут спокойно. Спокойствие теперь и у жителей двух этих домов. Дети в буквальном смысле за двумя замками. Закрытая площадка и посторонний человек не зайдет во двор. Видеонаблюдение ведется на входах подъезды. С другой стороны помогают камеры, установленные на входе в салон красоты и на фасаде магазина спортивных товаров. Такие меры безопасности должны быть в каждом дворе во всех четырех районах курорта. Центральный пока на втором месте по показателям. В нашем экране у нас более 65 домов, многоквартирных домов. Процентов 20 уже ограждения установили. Желание есть, но немножко сложно осуществить. Где-то это финансовая часть, но люди готовы тратиться. Но большинство – это организационный вопрос. Лидер по установке камеры видеонаблюдения в домах Хостинский район. Адлер и Лазаревский только начинают вооружаться. Хотя решение о необходимости обеспечения таким образом антитеррористической защищенности населения было озвучено полгода назад соответствующей комиссией. Организовывать видеоконтроль должны в зависимости от форм собственности управляющей компании или ТСЖ. И невыполнение постановления грозит уголовной ответственностью. Функция обеспечения безопасности и техническое обеспечение этой безопасности лежит исключительно на собственнике. А собственник нанял или определил для себя форму управления либо нанял управляющую компанию. Все. Значит, будет не здесь исполнитель, а исполнитель есть – управляющая компания. Мы должны сегодня были эту работу выполнить. Кто ее не выполнил, мы вынуждены будем подавать в суд на управляющую компанию. В Сучу уже установлено 6000 камер видеонаблюдения по программе «Безопасный город» в онлайн-режиме. Они показывают обстановку в скверах, парках, дорогах, пляжах и других местах массового скопления людей. А вот о безопасности во дворах должны позаботиться сами жители. Установка камер с удаленным доступом и обслуживание оборудования выходит на сумму 1 рубль за квадратный метр. То есть с одной квартиры до 1 тысячи рублей в год. Конечно, это дополнительные траты, но стоит ли экономить на собственной безопасности? Сегодня мэр Сочи на центральной и приморской набережной оценил ход работ в рамках проекта «Открытое море». В июне здесь начали сносить незаконные объекты торговли и общепита. Но пока о завершении, как оказалось, говорить рано. Например, кафе «Пирс», которое должно было стать аэрарием еще к 1 июля, работает в прежнем статусе. Мэр потребовал от собственника привезти буну в соответствии с проектом. Вместо навеса здесь должны появиться зонты, а вместо столов и стульев – лежаки. Были замечания и кафе «Фрегат». Проход к морю у людей не должен пролегать сквозь столовую мебель, отмечает городоначальник. Не по проекту развернули собственники и шатры кафе «Островок». Им предписано до конца недели привести территорию в соответствие с требованиями благоустройства. При этом глава города подчеркнул, что интересы сочинцев, которые здесь работают, не должны пострадать. Мы реально понимаем, что за каждым этим объектом стоят чьи-то судьбы, чьи-то семьи. И естественно, что мы это обязательно будем учитывать. Если понадобится, то эти сносы будут перенесены на октябрь месяц. Владельцам магазинов на Приморской набережной, которые не вписываются в проект «Открытое море», Анатолий Пахомов предложил не доводить дело до судебных разбирательств. Борьба за доступность к пляжам в Сочи началась еще перед Олимпиадой. Часть арендаторов сразу пошли на законные требования мэрии, с другими пришлось общаться в суде. И как итог, главное достояние курорта море становится открытым, а пляжи, по мнению гостей сочинцев, стали не хуже, чем на европейских курортах. Просто идем любуемся. Первый раз вышли на море, сочинцы открыли. Открыли сезон. Сегодня выходной в театре, поэтому я сегодня на пляже. И мы были удивлены, просто удивлены. Прелесть, а не набережная. Спасибо вам большое. Спасибо. Проект «Открытое море» будет продолжен и дальше. В Сочи продолжаются рейды по выявлению курящих людей в общественных местах. Они так и называются антитабачные рейды за чистый воздух. Участники рейдов прошли от улицы Новогинской вдоль морской набережной. Курильщику, видимо, очень трудно понять некурящего. Поэтому подобные антитабачные рейды подчас вызывают даже недоумение со стороны курящих прохожих. А уж владельцев кафе и вовсе раздражают. Про федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма они, видимо, и не слышали. Вот одно из кафе на улице Новогинской. Здесь отдыхают с семьями, мамы с колясками, тоже посетители заведения. А на столиках пепельницы. Зачем и для кого? Оказывается, есть для кого. Слушайте, вы какой молодец. Я курю, я согласен с этим правилом. То есть вы нарушаете целесообразность? Да, мне разрешено. Вам разрешено. А вы знаете, что в случае свободное открытие и включая эту улицу? У вас, честно говоря, сейчас нужно заставить, сейчас пойдем разбираться. Но разбираться не с кем. На разговор с активистами менеджер кафе так и не вышел. И пепельницы со столиков никто не убрал. И это несмотря на то, что активная борьба с курением Сочи ведется вот уже шесть лет. В 2010 году в нашем городе была принята охария Сочи. Город без табака. Сейчас лето. Гостей курорта, конечно, очень много. И мало кто из них знает про антитабачный настрой горожан. А вот правильно то, что я сейчас вдыхаю ваш дым, люди проходящие мимо вдыхают дым. Это правильно? Не думают об окружающих, не думают о себе и о будущем поколении. Курящая девушка сегодня совсем не объект для осуждения. А врачи тем временем утверждают, что нынешние сигареты действительно опасны для здоровья. На самом деле человек, курящий сейчас, не знает, что он курит. Является ли это изделие табачным изделием, или это изделие, напичканное какими-то другими веществами. Потому что как раз и не пишут на коробках истинные значения, истинные названия, вернее, тех веществ, которые содержатся в сигаретах. Называют это смолами и так далее. Каким-то общим словом. Согласно антитабачному закону, за курение в общественных местах полицейскими должен выписываться штраф. Сочинские активисты пока только своим внешним видом и силой слова. Вот уже несколько лет борются с курением в парковых зонах и на пляжах. Отдыхающие отмечают позитивные изменения. Да, меньше курить стали люди. Больше спортом люди занимаются, даже замечательно. В этот вечер нашей камере действительно повезло, курильщики не попадались так часто в объектив. Уже проделана большая работа администрации города. Это уже не первый рейд, который проходит антитабачный. И действительно работа проделана. И люди увидели, что надо беречь свой город. Надо стараться, чтобы был чистый воздух. А некоторым молодым людям активисты буквально не давали закурить, увидев сигареты в их руках. Правда, они повозмущались, зачем их снимают и сказали, что курят в специально отведенных на пляже местах. А таковых зон здесь немало. Группа участников акции «Мы за чистый воздух» поверила и пошла дальше. Бороться за права тех, кто любит жизнь не в сигаретном дыму. В Сочи барокомплекс МЧС спас водолаза океанариума. После очередного погружения на глубину около 4 метров Анастасии Соколовой стало плохо. Профессиональная декомпрессионная болезнь. В городской больнице ей помочь не смогли. Отправили на лечение к спасателям. Сотрудники МЧС поставили девушку на ноги всего за сутки благодаря барокомплексу. Все подробности в нашем следующем сюжете. Радостное возвращение после 22 часов, проведенных в барокомплексе. Пациентка Анастасия Соколова теперь чувствует себя хорошо. Но еще сутки назад у нее болели суставы, кружилась голова и она практически не могла дышать. Всему виной неправильный подъем с глубины. Анастасия водолаз с 11-летним стажем работает в Адлерском океанариуме. Смогла я себе первую помощь оказать. У меня был с собой кислородный баллон, которым я дышала собственно. Вызвала скорую. Так как я собственно знала, что со мной происходит и кто мне должен помочь, я объяснила это докторам. И они уже собственно связались с барокамерой. Анастасию передали в руки сотрудников МЧС. И вот так в барокомплексе ее почти сутки лечили от декомпрессионной болезни. Дела в том, что в ее теле после подъема с глубины образовались пузырьки свободного газа. Сосуды оказались закупорены, нарушилось кровообращение и питание тканей. Единственная возможность человека в этом состоянии помочь – это помещение его в барокамеру, поднятие давления и продолжение лечения уже по режиму. В барокомплексе Анастасию сначала, образно говоря, погрузили на 50 метров и после плавно подняли, снижая давление. Состояние пациентки отслеживали на мониторе, поддерживали постоянную радиосвязь. Через специальные шлюзы передавали еду и воду. К слову, в барокамере, как в обычной палате, есть все – душ, туалет и даже кондиционер. Огромное спасибо специалистам, которые вот эти сутки находились со мной. И когда мне было скучно, я говорю, так жалко, что нет ни журнальчика, ни газетки. Они говорят, «Настя, сейчас все будет». И я открываю, получается, как бы люк, брать журналы. И что я вижу, это водолазные, дайверские журналы, поэтому мне было совсем не скучно. После суток такого лечения Анастасия может возвращаться к своей привычной работе. К слову, в барокомплексе Южного регионального поисково-спасательного отряда за семь лет уже вылечили десятки водолазов. Так известный английский дайвер Мартин Робсон после неудачного подъема с 200-метровой глубины Голубого озера, что в Кабардино-Балкарии, лечился на базе сочинского спас отряда почти девять суток. Инга Габеши, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сотрудники сочинской таможни сделали подарок русской православной церкви. В июне прошлого года на российско-абхазской границе были изъяты иконы. По данному факту тогда возбудили административное дело. Позднее на основании решения суда реликвии были обращены в федеральную собственность государства. И теперь переданы храму нерукотворного образа Христа Спасителя в Эмеретинской низменности. Восемь православных икон настоятелю храма Спаса нерукотворного Архимандриту Флавиану вручил начальник Южного таможенного управления. По словам Сергея Пашко, передача таких реликвий и предметов старины в церковь стала доброй традицией для южно-российских таможенников. Ежегодно они пресекают незаконный перевоз через нашу границу тысячи различных предметов старины и религиозной утвари. Таким образом, таможенники способствуют сохранению культурного наследия страны. Таможенная служба и, естественно, Южное таможенное управление уделяет очень пристальное внимание направлению пресечения незаконного оборота культурных ценностей, предметов религиозного культа. Я хочу отметить, что по прошлому году именно в этом направлении у нас было два уголовных дела, 20 дел об административных правонарушениях, а в первом квартале 2016 года опять же уже два уголовных дела и восемь дел об АП. Эти иконы также относятся к национальному достоянию, которое бережно охраняется законом. Среди реликвий особо ценная лик первопрестольника свидетеля Воронежского святого Митрофана. Все иконы займут достойное место в храме. В иконостас не сделан, потом не сделаны еще киоты для икон, которые должны стоять, потому что еще не до конца храм оформлен. Я думаю, что это лет через года три, вот так вот, где-то мы сделаем всякие киоты, все расставим, и тогда уже подарки примут свое место. Пока святыни будут находиться в Риснице вместе с другой драгоценной церковной утварью, в числе которых образ Христа Спасителя, подаренный президентом Владимиром Путиным и икона Святой Троицы от Патриарха Кирилла. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Первый студенческий стройотряд приступил к работе на объектах сочинского филиала Кубани-Нерго. Летний трудовой сезон студентов профессионального техникума продлится до середины августа. Сегодня бойцов стройотряда встретили на предприятии и вручили путевки на работу. В 21 веке студенческие стройотряды – это не обязательно работа на стройках. Второкурсники сочинского профессионального техникума. Будущие электромонтажники знакомятся с профессией будут в сочинских электросетях. Ребята отреагировали с удовольствием, так как это ведущий наш социальный партнер, ведущая организация в своей отрасли города Сочи. И все хотели попасть. Отбирали самых лучших. Лучшие из лучших попали в сочинские электрические сети. Рад, что меня взяли на практику в Россети. Ожидаю от этой практики получить больше опыта, чем от практики теории. И надеюсь, что будет у меня хорошая характеристика и возьмут после обучения сюда работать. Для Россети это уже седьмой трудовой сезон студенческих стройотрядов. Для Кубанинерго – второй. Теперь к этому движению присоединились и сочинские электросети. Они смогут не только приобщиться к труду и узнать тонкости специальности, но еще поучаствовать в культурной, спортивной жизни нашего предприятия. Данная возможность предоставляется именно весь период их каникул. Более того, эта работа будет оплачиваться, они будут числиться у нас в штате и получать даже за это заработную плату. То есть это будут первые заработанные деньги по специальности. Такая активность энергетика встречает понимание на уровне ЗСК. Поддержать традиции и поздравить студентов с первым трудовым крещением на предприятие пришел депутат законодательного собрания края, руководитель рабочей группы регионального отделения Общероссийского народного фронта Александр Звягин. На предприятии эффективный менеджмент. И эта эффективная работа, она призывает не только возможность для предприятия заработать деньги на территории Узросовья, но и призывает у хорошего, правильного руководителя серьезную долю социальной ответственности перед населением. Сегодня студентов познакомили со спецификой предприятия. Завели в диспетчерскую, откуда управляют все энергосистемы Черноморского побережья края. Рассказали все о подстанции Сочи и познакомились с электротехнической лабораторией. Рассказали о правилах производственной безопасности. В рамках трудового лета стройотрядовцы увидят профессию энергетика изнутри и не разочаруются в специальности, уверены наставники. Инга Габеши, Адемий Даниловский, телекомпания ФКТ. Последние путевки на летнюю Олимпиаду разыграют в Сочи. 6 июля на площадках спортивного комплекса «Спорт-Ин» стартует мировой континентальный кубок по пляжному волейболу. За четыре последние лицензии на участие в играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро, поборются 12 женских сборных команд и 10 мужских. Сегодня прошла пресс-конференция с участием организаторов турнира и российских спортсменов. Константину Семенову и Вячеславу Красильникову уже удалось получить путевку на Олимпиаду. Таким образом, одна лицензия у мужской сборной России уже есть. Женщины напрямую отобраться не смогли. Не удалось этого сделать и по итогам финала континентального кубка, прошедшего в конце июня в норвежском Ставангере. А это значит, что для женщин сочинский кубок мира последний шанс получить хотя бы одну путевку в Рио. Соперниками для наших пляжников станут волейболисты из 18 стран. Основные конкуренты – представители Северной Америки, азиатских стран, а также спортсмены из Австрии, Чехии и Украины. Каждая из участвующих стран представлена двумя командами. Сначала происходит встреча между первой командой страны и второй командой противоположной страны, потом наоборот и в случае необходимости играется золотой сет. Соревнования проходят в двух группах по круговой системе среди мужчин и среди женщин. Победители групп выходят напрямую в полуфинал. Матчи группового раунда начнутся 6 июля. Затем состоится этап плей-офф, финалисты которого и станут счастливыми обладателями заветных путевок в Бразилию. Имена станут известны 10 июля. Поболеть за российских волейболистов зрители смогут как в ходе телетрансляции, так и на трибунах спорткомплекса. Вход на турнир свободный. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире.